Так, говорим о питоне. На самом деле, знаете, что 20 с небольших дней назад вышел питон 3.3. На самом деле, кто использует ну хотя бы какой-нибудь питон, начинающийся с цифры 3? О-о-о! Да я вижу немало рук, честно. Я ожидал, что поднимут только мои коллеги с работы вот в том углу. Честно, рад. Раньше было хуже. Значит, питон 3. Короткий обзор вкусностей. Там на самом деле вкусностей много. Например, в релизе 3.3 список изменений готовился месяц. Ну, чтобы перелопатить все, что сделали. Нужно было человека месяц затратить. Вот. Куча всего всякого. А изменения начались не с 3.3, а с 3.0. Их накопилось много. Но я остановлюсь только на самых таких киллер фичах очевидных и очень бросающихся глаза. Итак, строки. Ну, про это все знают, да? Строки юникодные. Нет никаких проблем с тем, что cannot encode там чего-нибудь. Есть другие проблемы. Но, тем не менее, это очень классно, когда строки есть строки, а байты есть байты, и они смешатся только лишь с явным преобразованием. Ну, все насыщены. Числа. Заметьте, в Python 2 есть int и long. В Python 3 long нет. Вернее, int стал long. В результате у вас число не может поменять тип, когда его умножили или возвели в степень. Это обескураживает. Дерево числовых типов. Все типы имеют стройную иерархию. Три Тауэр. И самое прикольное, для обычного простого программиста на Джанге. Если мы работаем с деньгами, нам нужен тип децимал, чтобы нас потом заказчик не таскал за выступающие части тела, выбивая недостающиеся копейки, которые у него в отчете не сошлись. Вот. Используй децимал, он с фиксированной точкой, все хорошо. Но децимал, он тормоз, он жуткий тормоз. В 3.3 вошел новый децимал, сделанный Стефаном Крахом. И он на разных тестах от 20 раз до 120 раз быстрее, чем питомовский децимал. Одно это стоит того, чтобы обратить внимание. Function annotations. Вот видите, после двоеточия, что-то пишем. Тут написаны типы, на самом деле можно писать все, что угодно. Это любое выражение. И стрелочка это то, что возвращает функция. Это тоже очень круто, потому что мы там можем написать тип, мы там можем написать правила валидации, мы там можем написать что угодно. И потом к этому доступиться через F annotation, слайде старые, вышел 3.3 незабываемое. Там появился signature object, который дает более удобный доступ к этим самым аннотациям. Мы можем спросить, параметр такой-то, что к тебе прицепили. Ну и дальше зависит от извращенности программиста. Non-local. Старая проблема. Если у нас сложные функции, то из внутренней мы не можем менять переменные во внешней. Обычно делают трюк, делают список. Кто знает, тот вообще меня понял. Так долго рассказывать. Non-local решает все. Объявляем переменную non-local, которая от global была бы доступна переменна во внешнем namespace, пространстве модуля. Non-local вверх по функциям, в которых объявлено. То есть мы можем менять, видите, A из функции F. Попробуйте такое на втором питоне, ничего же не получится. Дальше. Вот эта вот фича, она особенно мне нравится. Это очень удобно. Видите, у нас идет звездочка. Вот не звездочка ARS, а просто звездочка. И после этого еще какие-то перемены. Эти перемены можно вызывать только лишь по имени. Зачем надо и почему классно? У нас функция download, в которой первый параметр URL, а дальше начинается тайм-аут, сколько раз там попробовать перезатянуть, если что-то отломалось, логин, пароль и всякая такая фигня. Если использовать стиль второго питона, то мы их взяли бы и перечислили в линейку. И ушлые программисты стали бы вызывать так. Download URL, none, 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 3, none и потом наш параметр. Потому что дефолтные значения были бы none, если не указано. Тут это не получится просто-напросто. Нужно вызывать с именем. Ну, очень повышает читабельность кода. Класс. Вот я действительно доволен. А это просто удобно. Видите, то, что со звездочкой, туда падает все, что не попало влево и вправо. Вот распаковывание. Да, кто знает, как приходится разворачивать на втором питоне такие штуки, ну, оценит. Вот, так, я почти-почти близок к окончанию. Абстрактные базовые классы были, а вот супера не было. Нужно же было писать, да. Супер, а, запятая, что там, а, self, запятая, а и там указать. И каждый раз правильно указать класс. Теперь пишем просто супер, он сам уже поймет, ну, не дурак же, где мы находимся. И как правильно вызвать базовые классы. Exception chain. Еще одна фича, которая есть в тех языках, которые назывались enterprise, в питоне ее не было и ругали сильно. Exception. Мы поймали exception, выбросили другой, и тот первый от нас все пропал. Практический пример. У нас невозможность залогироваться, например, к серверу превращается в database error, который говорит, что просто работать нельзя или какая-нибудь такая там, cannot start error. И мы не знаем, почему это произошло. У нас где-то произошло деление на ноль, мы это поймали, сказали, что плохое выражение, а почему оно плохое, мы не знаем. Если exception вложен, то мы говорим, что у нас выражение плохое, при этом прикладываем еще информацию, ага, оно плохое, потому что до этого было тоже выброшено exception. И этих исключений может быть много. Ну, call stack выглядит, вот видите, мелковатенько, конечно, но понять можно. Печатает и внутренние исключения, и внешние тоже. Это обалденно полезно при отладке. На втором питоне я делал похожее в рукопашную, там объявлял свой тип exception, чтобы хоть как-то понять, что там происходит внутри. А тут из коробки, и это классно, потому что оно работает для всех, исключений без исключения. Так, yield from, черт, что я вам показываю? Этого слайда быть не должно? Ну ладно, тут долго рассказывать, наверное, опять же, кто знает, тот поймет. Если у нас есть итератор, то мы по нему можем пройтись только кодом вида forE in iterator, yieldE. Это пустяки, если у нас генератор, который работает в две стороны, то трамплин, вот эта функция, которая пробрасывает туда-обратно все правильно, она занимает пару экранов. Ее нельзя дописать как функцию и вызывать. Ее нужно вставлять каждый расход. Естественно, это никто не делает. Вот, yield from, вот как раз конструкция, которая позволяет выбросить наружу то, что пришло от внутреннего итератора. Наверное, запутанно, но действительно, блин, да что? Я поражен. Новые метаклассы, ладно, буду рассказывать, черт с ним. Новые метаклассы, они почти как старые, за исключением того, что видите, внизу мы объявляем класс A, указывая метакласс равно, а не два почетка, а не метакласс там чего-то еще. Ну, чуть-чуть вкуснее. И самое главное, сверху, видите, есть метод prepare, который возвращает dict, который… а, dict-like object, который будет namespace, который набьется содержимое самого класса при объявлении. Это очень простой пример. Мы возвращаем не dict, а ordered dict. Значит, этот ordered dict запомнит, в каком порядке были перечислены внутри поля, функции и все такое. В традиционном подходе используем глобальный счетчик какой-нибудь. Здесь мы просто возвращаем объект, который умеет знать порядок. Мы можем этот объект наполнить чем-нибудь, проконтролировать, сказать, что вот этот аргумент имеет такой тип, который со мной использовать нельзя. Мы можем сделать такую проверку. Много можно чего придумать, если захотеть. Да, наконец-то все. В 3.2 питоне новый джилл. Джилл никуда не исчез. Исчезнет он нескоро, но он стал новым. Это значит на практике, что тормоза от многопоточного приложения, когда знаменитые бизнес-слайды, где он показывает, что приложение с хорошим I.O. запущено в два потока, работает медленнее, чем запущено в одном. Это уже неправда. Импорт сделан на питоне, и это офигенно классно. Его наконец-то можно прочесть и понять простому программисту. Стейбл Аби. Ну, так себе. В общем, правильные хлопцы, которые используют Linux, не оценят. А тех, кто вынужден программировать под Windows, запрыгают от радости. Бинарные модули, как они там называются, PID, можно брать из старой версии питона, если он правильно написан, с поддержкой вот этого стандарта, и сразу же он заработает в новой. Не надо перекомпилировать. Это удобно. Ну, ладно. Пропустим для ясности, что пики стали укладываться отдельно в папке. Это классно. В два раза меньше файлов в виде мозоли глаза. Опять же, эти SO-шники C расширения стали иметь префикс. Их можно тоже понять, для какого питона он сделан. ShareEdit это тоже очень прикольная штука, которая появилась в 3.3. И смотрите, у нас есть класс, есть экземпляр класса, класс instance. У экземпляра класса на самом деле внутри все хранится в его дикте. Вот обычный объект типа дикт называется 2 подчерка, дикт 2 подчерка. Из-за того, что он обычный, он ест достаточно много, потому что тратит память и на ключи, и на значения. Вот ShareEdit он хранит ключи один раз для всех экземпляров класса. Значения различаются, а ключи хранятся в одном месте. Ну, в результате, ну, кто как пишет, в 50% памяти вы, конечно, не сэкономите, но процентов 20 это нормальное число. Ну, мелочи приятны, да? И на удивление, хоть и кода больше, но работает чуть быстрее, потому что у процессора есть кэша, эта штука в него лучше помещается. Так. Ну, вроде все. На самом деле самое вкусное было.